Книга «Открытым оком», 20-й том, тема богослужения, вопрос 3387. Когда подходишь ко причастию и складываешь руки крестообразно на груди, обязательно ли складывать двухперстные пальцы на плечах, либо можно просто прижимать ладони с пятью пальцами вместе? Отвечает Игнатий Тихнуч Лапкин. По Библии на этот вопрос не ответить, потому что почищались сначала совсем не так. Матфея, 26 глава, 26 по 27 стих. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите и едите, сие из тела мое». И, взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все». Руки были не прижаты, а брали в руки хлеб и чашу с вином. Так что для спасения нашего персты, может быть, никакой роли и не играют. Но лучше, когда благоговейно. Третье Маковейских, 2-1. А предсвященник Симон, преклонив колени перед святилищем, и благоговейно растерши руки, творил молитву. Сирахова, 8-31. «Всею душою твою благоговей перед Господом и уважай священников Его». Мне с первых дней показали, что пальцы скрещенных рук должны быть сложены, как при крестном знамении. Так и сохранил все до сего дня. Книга Тавит, 14-2. «Он был в 88 лет, когда потерял зрение, и через 8 лет прозрел, и творил милостынь, и продолжал быть благоговейным перед Господом Богом, и прославлять Его». Мне новый день в обертке облаков, подкрашенный, как крылья у фламинго. Быть может, то, что чаял далеко, подтянется сегодня утром мигом. Причувствие добра, тревожных снов, дозрело допеклось вплоть до упора. Нахлынуть вздумает и обновиться вновь. Срок ожидания окончился так скоро. Вот так же ждали окончания плена, питания и избавления в болезни. Шли из рассения якова колена, и тут же, не спросясь, враги соседи лезли. Под вечер туч вокруг наволокло, под многослойным пологом тревога. После молитвы поутру светло, и понимаешь снова, всюду все от Бога. Неоскверненным в мире сохранюсь, ни за забором и ни в келье душной. Идти во след, где проходил Иисус, инструкцию закон душою слушать. О чем молиться, спрашивает мертвый. Зачем мне свет, привычный от слепца? Отчаяние в дьявольской обертке от Бога удалит, как полюса. Плоти душа претивятся друг к другу. Тропа одной лишь до разверстой ямы. И кто кого в той сече перерубит, под вечер и слепому станет явно. Раскупорить нездешные таланты. Земным трудом со всех сторон украсить. К награде устремись, и лень в конце отстанет. На память позади подверженные страсти. Сегодняшнее выше и светлей. Душа осознает свою цену избрания. Душа осознает свою цену избрания. В Христовой благодати столько лет. Он лучший лекарь, если грех изранит. 2007 год. Игнатий Тихонович Лапкин.